Итак, всем привет, с вами ДубГ, и продолжаем играть за Россию, только социалистическую, в Kaiser Redux. И в прошлой серии мы совершили успешную революцию, без гражданской войны в итоге. Наверное, её и дальше не будет, возможно, я чего-то не знаю, и она только предстоит нам, но по ощущениям она уже могла 10 раз случиться. Вот, в любом случае, мы продолжаем, и в этой серии мы, думаю, займёмся промышленностью своей. У нас, кстати говоря, уже не осталось практически плохих бафов, нам осталось только буквально вот эти вот беспорядки все подавить. И у нас потихоньку появляются вот эти вот ивенты, на то, у кого будет больше власти. И, как я и говорил, мы попробуем в большевиков выйти, выйти прямо в коммунистов-коммунистов. Поехали. И тут у нас меньшинство, структура правительства. У нас будет унитарная социалистическая республика. Почему она в этом написана? Ладно, но влияние большевиков возрастёт, нам это нужно. Казахстан угрожает вам ядерной бомбардировкой. Туркестан напал. Почему, непонятно. Взял, напал, ну ладно. Давайте сделаем нормальную армию и будем сейчас с ними воевать, но это очень странно. Они просто взяли, объявили нам войну. Но я нашёл, что произошло. Вот, они напали, видимо. Нападали вот на что-то здесь и напали на нас, но... Блин, вот эта вот подача мне не очень нравится, что на меня просто напала Туркестанская республика. Без вообще каких-либо событий. Просто, просто нападение. Оба-на, мы можем вступить в Интертестану, либо создать свой альянс. И это будет наш альянс. Однозначно. Ну и перебрасываем мои войска здесь, как я и собирался. Только, видите, нас немножко затроллили. Потому что граница движется. У нас ещё здесь приказ у чела. Надо убрать обязательно. Ну и едут, едут чела. Так, проходят у нас выборы. НСП, либо синдикалисты. Ну, синдикалисты уж, если среди них выбирать. Патагония запрашивает людские ресурсы. Ну, конечно, ребята, держите. Так, вопрос земель. Здесь уже тоже есть выборы, но мы будем полностью национализировать. Всё, нашим государством. Ну, тут, конечно, у нас проблем особых нету, потому что у нас просто безумно больше. Но сам факт войны несколько забавен, я бы сказал. Так, итак, советские выборы, результаты. Деваты закончились, совершены. На траектории развития. ВКПС. Вот видите, они всё равно имеют максимум... Короче говоря, мы всё равно имеем максимум здесь влияния. Но я подозреваю, что в будущем мы можем большевиков пожёстче поднять. Пока что это временно. Кто тут у нас? Каменев. Ну да, и вот здесь вроде вообще нету. Судя по всему, мы не можем даже пока что поднять. Но очень, на самом деле, вот эти фокусы везде раскиданы. И они доступны здесь какие-то. Видите, здесь, я так понял, армия, ВВС, флот. Здесь у нас непонятна промышленность, судя по всему. Как будто да. Но здесь нужна пятилетка. А это, видите, Жуков, Хачевский, либо Фрунзе. А это как раз-таки, если Жуков придёт к власти. А Жуков приходит к власти, по-моему, через революцию уже полноценную. Ну, в любом случае, у нас вот эти промышленные фокусы есть здесь. Давайте их и сделаем. Что нам поделать пока ещё? Прибывают и знанники из третьего интернационала. Ага. Можем их взять, появить... О, тоталистов вкачнуть. Это нам надо. И мы получим плюс кучу новых генералов. Прям реально кучу. Оба-на. Фрунзе. Просил присоединиться к нам. Он помнил как большевика. Не-не-не-не-не, большевики это нам надо. Хачевский. О, они прибывают и прибывают. Всех берём. Возможно, надо было брать какого-то конкретного, чтобы какого-то конкретного привезти к власти. Но здесь миллиард путей. И я не думаю, что я буду знать, что как делать. О, конец раскола. СРФ и большевиков. Отлично. Плюс 6 стабильности. Там на балканах опять война. Но я не могу отправить туда добровольцев. У нас здесь пока что идёт война. И мы здесь качаемся на самом деле нормально. Надо сразу сделать вот так. Мы раскачаем себе Жукова. Он 3-1-2-2. На первом левеле очень классный. И раскачаться он может очень жёстко. Ну а здесь у нас будет вот этот парень на фельдмаршале. Тем более, что у него уже есть сразу штабисты. И мы можем ему 7 генералов добавить. Вот мы и заставили капитулировать Туркестан. Ну, что ж. Плюс территория получается. Хотя я этого и не ожидал. Ну и давайте вернём нашего генерала. И нашу всю армию вот сюда обратно. Чтобы они там все не горели. Мы и так потеряли там на самом деле очень много снаряжения. Кстати говоря, появилась новая механика. Съезд советов. Я интегрировал эти территории. Потому что мы можем вроде как их нормально интегрировать. Ну то есть по ивентам этим Кайзерайховским. Аннексировал именно. Не выделял марионетки. Потому что вот мы потом можем их всех вот здесь вот кнопками интегрировать нормально. Идём вот тут потихоньку дальше по фокусам. Я вот не знаю только что вот это будет давать. Это выглядит прикольно. Скорее всего там какие-то прекрасные бонусы. Самое главное, что мы восстановим ЧК себе. У нас оно... Подождите, у нас уже есть восстановленная ЧК. Странно. А, оно всё пропустилось. Супер. А это даст нам стабильность. Популярность. Ага. Нормально. Культ личности ещё начал появляться. Вот здесь вот мы можем дойти вот до этого бафа. Просто безумного. Который даст здесь ещё минус 5 ТНП. У нас и так минус 5 ТНП. Даст ещё минус ТНП. Повез кучу ресурсов. Короче говоря, просто какие-то сумасшедшие бафы. Вот сюда я, наверное, пока не буду идти. Я не знаю, зачем это нужно. Скорее всего тоже какая-нибудь политка. Что-нибудь ещё такое. Выйдем пока вот сюда. В террор, наверное. Я не думаю, что нам стоит амнистировать политзаключённых. А затем в общины. О, смотрите-ка. Мы отправились от чёрного понедельника. А у нас вообще это было? Допустим, было. Было так, было. Чё бы в тетях? Давайте добьём сопротивление последнее. Потом уже следующую политку закинем в мобилизацию. Наша экономика выглядит очень солидно. Уже 87 фабрик у нас. Я бы сказал, это примерно 89. А, я понял, это из-за торговли они меняются. Так, дети как мягкий воск. Да. И это уже почти как у Германии. А мы ещё ТНП наше в дополнительный минус выведем. А Германия, ну-ка, что у тебя там? А у них всё ещё плюс ТНП. А у нас уже жёсткий минус. И этот минус будет только расти. Так что мы скоро перейдём к расцветанию. Так вот, это какой-то странный ивент. В целянексе Тендрагназии. Духовное управление. Ну, давайте создадим новое. Я реально не очень понимаю, что это влияет. Итак, свершили мы революционный террор. Теперь давайте идём в эти прекрасные... Господи, да и здесь тоже прекрасные. Смотрите, сколько у нас эффективности ресурсов здесь. И здесь тоже. Просто какая-то безумная эффективность. Так что скачаемся. У нас там ивент должен был появиться после террора. Но не появляется. Странно. А здесь мы раскачиваем Жукова просто в Гигачада. Смотрите, Зимнюю войну здесь получит. Инженеры, я думаю, получат. Вот, танкового получат. В идеале мы его потом сделаем нашим фельдмаршалом. Видите, у него ещё командующая пехота тоже 99%. Это на будущее. Хотя у нас и так, конечно, фельдмаршалов хватает. У нас Лухачевский отличный фельдмаршал. Ну, потому что у него есть блестящий стратег. Да и, в принципе, и вот этот вот Шапошников тоже отличный. Но именно у нашего Жукова могут быть бесконечные статы. Ну, как, очень жёсткие статы. И он всё ещё качается. И он всё ещё не получил себе плохого перка. Ну, как перка, который ему кач уменьшит. И сейчас ассоциация левого народничества. Теперь мы идём в Родовую Республику. Блюс одна ячейка. Что, кстати говоря, после этого? Здесь столько фокусов, я даже не знаю. Ага. Здесь разные, короче, доктрины происходят. К сожалению, нам не сильно рассказывают, что там как будет происходить. Но я вижу, что у нас вот здесь вот есть плюс куча производства. Прямо реально куча. Ну, ладно, посмотрим, подумаем. Господи, здесь ещё куча ресурсов. Здесь ещё прирост населения. У нас стакан, по-моему, разбафан. Да не могу. И здесь ещё минус ТНП. Ух. Ну, короче, мы вот сюда идём, я чувствую. Вот за нас здесь ещё минус 2%. Но я ещё не знаю, что из этого лучше. Но минус 2,5 здесь ещё взять. Плюс ресурсы можно ещё взять. Вот здесь вот. Потом тут ещё минус 4 ТНП. Что-то просто, ну, какое-то безумие. У нас типа 12%, а мы ещё только на частичной. Так, тут произошло падение Вашингтона. Синдикат собрал Вашингтон. И тут произошло перемирие какое-то непонятное. Ну, ладно, видимо, здесь чуть-чуть по-другому работает гражданская война. После капитуляции одной страны. Видимо, паузу они берут или что? И я только что, изучая фокусы на танке, нашёл просто вот это чудо, ребята. Два года опережения, три раза на бронетехнику. Что это за пиздец? Мне срочно нужно сюда просто бежать. Проблема в Центральной Азии. Короче, вот к чему были эти ивенты про духовенство. Там какие-то проблемы теперь начались. Ага, ясно, ясно. Короче, ждём бафов на танке. Начинаем жёстко рашить танки. Механизированные бы тоже. У нас пятая ячейка получилась. Мы теперь очень-очень жёстко качаемся. Ну и уже, очевидно, начинаем строить военные заводы. Мы уже 38-й. У нас 110 сейчас будет фабрик. Я думаю, этого должно хватать. Мы сейчас с нашим прекрасным ТНП будем застраиваться военными заводами. Там, конечно, тоже в Германии уже всё нормально. Но не лучше, чем у нас. Я вам скажу, здесь тоже бафы сильные. Во-первых, делаю новую Красную Армию. Вот эту вот. Очень жёстко. И у нас здесь арга. У нас потом здесь ещё какие-то бафы будут. Но это мы дойдём до туда. Сейчас я хочу сюда пройти. Здесь ещё, кстати говоря, фабрики, военные заводы нам дают. Здесь вот нам дают 10 потребления минус. И топлива обычного. Здесь минус 10 стоимости пехотки, артиллерии. Как же это всё круто. В Америке, кстати говоря, война всё так же. Всё не начинается никак. ХЗ. Там происходит. Какое-то очень долгое перемирие, как будто. И причём вот эти две страны всё ещё воюют между собой. Очень странно. Также мы отправили войска в Испанию. Тоже тут будем помогать и победить. И, в принципе, подфармиться. Тоже полезно. Но только, кстати говоря, аккуратно стратегу. На обычном генерале сразу на старте стоит. Очень я люблю, как-то так делают. Понятно, что, во-первых, он не влияет на кач. Вроде как. Если я правильно помню эту систему. И без разницы. Но, во-первых, это вроде как, да. Занимает слот. Во-вторых. Ну, на хрена так делать. Типа, да, возможно, вы типа что-то там рассказываете про его личность. С этим вот. Но вы слот генерала занимаете. Смотрите-ка, Валькирия, русская революция. Это биографию нашей Спиридоновой. Интересно. А в Китае вторая японо-китайская война пошла. Начинается потихоньку жара в мире. Но мы пока только-только начинаем нашу промышленность оживлять. Хотя уже, уже это выглядит достаточно солидно. И мне уже надо, наверное, включить производство самолетов. Я, видите, взял почти что дефолтный. Повесил в 16 СС, потому что у нас нет двигателя получше. Пускай хотя бы это будет сейчас производиться в целом неплохо. И на самом деле я бы танков эти вот не производил. Они легкие. В этот момент бесполезны. Давайте лучше чуть больше произведем не самых лучших истребителей. Так, а с османами в том, что что-то происходит. Ага, я понял. Каирский пакт нападает на Османскую империю. И это солидное количество страны, я вам скажу. Я думаю, Османа не выдержит такое. И мы достаточно успешно в Испании сейчас, смотрите-ка, справляемся. Мы здесь, во-первых, фронт чуть-чуть запушили подальше. А во-вторых, часть дивизии окружаем, уверенно. Так, Транссибирский кризис. О, мы можем... Дихоинская клика. Полное управление над нашей Транссибирской магистралью. Отлично. И они просто сдадутся. И мы просто получили бильярд политки. Все так просто. Давайте нажмем вот эту кнопку. Нам стабильность нужна. И тут есть еще вот это военное командование разное, которое выглядит очень-очень круто. Я пока еще не уверен, что нам хотелось бы. Так что мы еще пока не будем здесь ничего брать, пожалуй. Вот, по крайней мере, вот здесь вот. Здесь опыта нигде не дается, кроме вот этого. Но вот это я вряд ли возьму. Здесь вот такие вот хорошие вещи. А вот здесь вот вроде опыт везде. Надо будет что-то выбрать. И вот здесь вот показывается то, что у... И кто создавал вот эти вот штуки, немножко не хватает информации об игре. 15 ночной наземной атаки. Это просто плюс 15 к атаке в данный момент. Плюс 10 вместо этого брать, ну, не стоит точно. А здесь еще и вон разведка. Ну, разведка плевать, отсрочка полезна. И боевые штрафы тоже полезны. Так что, ну, мы берем однозначно это. Это же самое, стоит продумать, наверное, про воздух. Но тут, скорее всего, просто у нас будет плюс истребители. Ну, да, здесь вроде все достаточно просто. Так что истребители. Вот тут уже, кстати, начинаем интегрировать территории тоже. Тоже круто. Еще больше промышленности напрямую получим. И у нас от торговли тоже начинают фабрики приходить. Потому что мир начинает ресурсы требовать. Но самое главное, мы уже вот вышли к этому приятному фокусу. На 4 фабрики и 5 военных заводов. И сейчас у нас будет нереальная качка танков. А здесь, как и говоря, пал Мадрид. И у нас закончился, тем временем, список постройки. Но мы лишь закажем просто новое. Ну да, революция в Испании успешно была завершена. Я только очень не понимаю. Я подозреваю, что здесь что-нибудь багнулось очень жестко. И теперь у нас не будет продолжения. Потому что, может, там должен был конфликт локальный между вот этими странами. Но так как у них нет соединения, то его нету. Непонятно очень, что там должно было произойти. А вот и да. Вот и объединилась Испания. Точнее, почти объединилась. Еще здесь вот надо добить королистов. И тогда точно все будет готово. Так, у нас тут реконструкция некогда белого Кремля. Забавно. И что у нас здесь за варианты? Должны мешаться в историю? Голод, свет. Как и наше знамя? Или... Ну давайте нового государства. Почему бы нет? Здесь уже война, да, почти завершилась. Как я и говорил, танки у нас исследованы. Все, наверное, микроподлоги какие-то производятся. Приятные. Но я думаю, потерпим пока что. И у нас есть разные варианты, куда мы можем пойти сейчас. Я бы очень хотел, на самом деле, наверное, в авиацию выйти. Чтобы качнуть уже самолетики последние. Ну что, танки мы сделали. Давайте вот туда пойдем в авиацию. Пойдем вместе с этим. Если видите, потихоньку в флот какую-нибудь подкачиваю. Потому что потом пригодится еще. Пойдем вместе с этим в... Ледние танки. Раз, потом два, потом сюда можем вполне себе выйти. Но, конечно, вот эти мы уже начнем строить. Вот здесь вот еще время чуть пройдет. И, в принципе, опережение будет не таким большим. Я думаю, мы сможем это вкачнуть. Очень, очень уверенно. Начнем сейчас делать средние танки. У нас безумное количество истрепителей сейчас производится. Это все нам пригодится в будущем. Заполнять пробелы в воздухе. Ну и мы пока здесь микрофармим опыт. А на этом, я думаю, наша серия можно подзакончить. Мы уже построили очень жесткую промышленность. Потому что у нас бафы безумные. Строим очень жесткую военную промышленность. Германию мы уже, кстати говоря, практически догнали по ней. Но я понимаю, что у нас еще есть... Ну как союзники? Не союзники, но друзья, я бы сказал. Друзья, не знаете, могут... А нет, у нас больше. Это у нас 78, у них 70. Да. У нас уже больше военная промышленность. И мы ее еще больше увеличим. И мы строимся быстрее. Вот. А с вами был Дабгай. Подписывайтесь, если еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии. Все как обычно. И до скорых встреч. Пока.